Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 25 марта. Я вот здесь пока сеяла редиску, села отвечать на вопросы зрителей. Заранее выписала их, потому что потом дома будет некогда, я здесь долго буду. Вот Елена Кудрявцева спросила назвать сорта, которые еще можно посеять в конце марта. Сейчас так же, как я отвечала на вопрос Тимона Баева, сколько дней рассаде. Я сказала, что не только 60 дней, но может быть и больше и меньше. Вот так же подробно, со всеми нюансами отвечу Елене Кудрявцевой. Смотрите, обычно, ну как считается и рекомендуется, что в конце марта и начале апреля мы должны сеять только ранние и скороспелые сорта, которые успевают. Но опять же, здесь же много нюансов, смотря какой у вас регион, смотря какие у вас условия выращивания. Если вы хотите выращивать эти томаты в теплице, сейчас можно посеять еще любые сорта, даже позднеспелые. Я вот говорила, что я наоборот оставляю на конец марта вот эти, которые для зимнего сохранения, для консервирования. Которые не только скороспелые, даже среднеспелые, они все равно успевают. Вот. И если подойти вот к этому вопросу, опять же, с точки зрения 60 дней, я вот только что отвечала, что считается стандартная рассада, это 60 дней. Если вы живете в сибирском регионе или у вас регион с такими же погодными условиями, то есть холодный, и если вы не в теплицу, а в открытый грунт, то вы ведь будете высаживать после 10 июня. И если считать 60 дней, то как раз вы в конце марта посеете, в первой декаде апреля они взойдут, ну пусть 5 апреля. 5 мая 30 дней, 5 июня 60 дней. У вас как раз вырастет полноценная 60-дневная рассада, которую можно высадить в открытый грунт. Но опять тут второй вопрос. Все ли сорта успевают вызревать в открытом грунте, если их высадишь в 60-дневном возрасте 10 июня? Конечно, я хочу сказать, что позднеспелые сорта, которые крупноплодные, которым нужно очень много времени для формирования куста, для формирования плодов, для их налива, для их созревания, то вот в нашем регионе, конечно, такие сорта, если высаживать их в конце марта, они вызревают не все. Но опять же, тут тоже никакой проблемы я не вижу. Первые две кисти вызреют, следующие, пусть третью, четвертую, если она не успевает вызревать, вы можете снять бурами, положить на хранение, на дозаривание. Если они хотя бы бурые, вот как меланжевая спелость, вот полоски начинаются, они обычно созревают и получаются такими же сладкими и вкусными, которые даже бурыми не стали, зеленые и мелкие, можно уложить в холодный подвал для зимнего хранения. Пусть они потеряют во вкусе, но зато вы можете делать и какие-то заправки суповые, и вот эти различные поджарки, пережарки на пиццу, на все. На все идут вот эти томаты, которые сняты зелеными и в подвале. Если говорить о сортах, вот, например, если о своих сортах говорить, то я могу в конце марта смело посеять и Демидова, и Настеньку, и Саньку. Санька, он скороспелый, он успеет вызреть. Демидов и Настенька первые крупные кисти вызрют, если верхушка не вызрит, это не важно. Можно на хранение или на переработку. Будете делать с ним какие-то вот эти вот закуски. Потом все вот эти раннеспелые, например, Дамский пальчик, Челнок, Буян, все-все вот эти толстоногие сорта, которые детерминатные, если вы посеете сейчас, вот, например, на этой неделе, в конце марта, они все у вас вызреют. Я даже не буду перечислять, потому что в каталоге их около трехсот. Имейте в виду, что те, которые детерминатные, низкорослые, посеянные в конце марта, дают прекрасный урожай, успевают вызревать. А те, которые недетерминатные, которые высокорослые, которые крупноплодные, они тоже успеют вызреть, но только в тепличных условиях. В открытом грунте, конечно, часть урожая вызреет. Часть урожая, особенно вот у нас в сибирском регионе, если, например, ну опять зависит от погоды. Если, как обычно, в сентябре не будет заморозка, первого, осеннего, они могут еще немножко и в открытом грунте вызреть. Но многие уже у нас, огородники, боятся вот этих сентябрьских первых заморозков, и они снимают томаты заранее, снимают и уже прячут куда-то в ящике, под кровати, в бане, там, в предбанике, в сарае. Они у них уже лежат к концу сентября снятыми. Но иногда бывает, что кто поленится и не снимет в сентябре вот эти плоды, бывает, что они дозревают еще в октябре. Это бывает очень редко, но бывает иногда у нас такая теплая, вот это бабье лето, такая осень, иногда и вызревают. Но, если ответить на вопросы Лены Кудрявцевой, какие сорта можно посеять, вот подытожить. Все скороспелые, все ультраскороспелые, все детерминатные, все низкорослые, можно сеять в конце марта. Они вполне вызреют. Надо осторожно быть с позднеспелыми, с сильно крупноплодными. Они вызреют только первая, вторая, возможно, третья кисть, четвертая уже бывает, что не успевает. Смотря какой регион, я говорю про свой. У нас в Сибирске регион, если крупные, то последние бывают, не вызревают. Но, может быть, нам погода поможет и будет теплая осень. Все, до свидания. Сеять надо, даже если посеют не все они, ничего. Люди все равно находят выход, используют и бурые, и зеленые, и всякие. Главное, чтобы не было болезней, и чтобы все они были здоровенькие, красивенькие. Они у вас поспеют потом дома. Я так думаю.